Это не шутки. Жительница Верхней Пышмы едва не родила в маршрутке. В какой-то момент ей стало плохо. На помощь пришли пассажиры и водитель, который экстренно вызвал скорую помощь. Врачи подоспели вовремя. Чем закончилась история, знает Юлия Анашкина. Девушка села вот здесь, возле меня. Там парень сидел. Она начала сначала расстегиваться, я сначала не понял, что она говорит, нет душно. Кажется, это Валерий оказался в интересном положении, а не его пассажирка. В его маршрутке чуть не родила горожанка. Беременная женщина схватилась за живот, а шофер за сердце. От волнения. Едем дальше, я смотрю, и хуже стало. Я спросил, девушка, вам надо скорую вывозить? Может, что-то как-то? Нет? Говорит, не надо, наверное. Ну, сомневаюсь, я как бы сам уже набрал скорую. Водитель «Газели» притормозил на этой остановке, чтобы дождаться скорую. Однако медики ехали слишком долго, а женщине становилось все хуже и хуже. Неизвестно, чем все это могло бы закончиться, если бы неудачное стечение обстоятельств. Повезло, что в тот момент на проспекте дежурил экипаж ДПС. Валерий попросил инспекторов о помощи. Увидев, в каком состоянии женщина, Сергей и Ренат решили поработать неотложкой. Патрульные усадили беременную в машину и с сиреной помчались в больницу. Мы проезжали несколько оживленных перекрестков, то есть автомобили, да, прижимались. Водители адекватно реагируют на проблесковые маячки, на сирены. Да, у нас вверх, вверх, вверх. Дисциплинированные водители. Чтобы привести женщину в чувство, по дороге мужчины разговаривали с ней и пытались успокоить. Благо, до больницы недалеко. Навстречу инспекторам вырулила та самая скорая, которая и должна была забрать беременную. Медики перехватили пациентку, но в скорой помощи она уже не нуждалась. Помощь, видимо, была оказана настолько правильно, что пациентка была заставлена уже в удовлетворительном состоянии. Угрожающих состояний для нее или для плода мы уже не обнаружили. Я думаю, что повезло женщине, что оказались рядом сотрудники ДПС. Как оказалось, женщина на восьмом месяце беременности. И рожать вообще-то не собиралась. Схватки оказались ложными. Пациентку медики осмотрели и тут же выписали, объяснив, что ездить в транспорте ей противопоказано. Сейчас она дома. А героический поступок инспекторов теперь обсуждает весь город. Сами сотрудники ГАИ скромничают. Мол, что тут особенного? Ведь безопасность горожан – их работа. Юлия Анашкина, Николай Косарев. Новости 41-го канала.